В день голосования каждый избиратель получит по два бюллетеня. Лист голубого цвета предназначен для референдума, бюллетень белого цвета для выбора президента страны. Например, это урна для бюллетеней белого цвета. Сейчас я попробую бросить сюда голубую бюллетень. Как видите, бюллетень не принимается. Вот урна, предназначенная для референдума, сразу же примет лист. Каждая урна запрограммирована на тот бюллетень, который должна принимать. Все избирательные бюллетени имеют высокую степень защиты. На них наносится специальная защитная краска для распознавания автоматически считывающей урной. Бюллетени снабжены защитными отметками очень высокого качества, высокой степени защиты. Их невозможно подделать. И урны запрограммированы на то, чтобы принимать только бюллетени определенного голосования. Для проведения досрочных выборов президента страны было изготовлено 3 млн 567 138 бюллетеней. Столько же для проведения референдума. Число бюллетеней рассчитывается на основе окончательного списка избирателей, который также сформирован сегодня, 2 января, и размещен на нашем портале ТИЗМЕ. В соответствии с законом количество бюллетеней не может превышать более чем на 0,1% число избирателей, включенных в списки по каждому участку. Центральная избирательная комиссия передала бюллетени территориальным избирательным комиссиям по акту. При передаче бюллетеней присутствовали представители кандидатов политических партий групп за и против некоммерческих организаций и средств массовой информации. Процедура передачи бюллетеней как Центральной избирательной комиссии территориальным комиссиям, так и от территориальных комиссий в участковые комиссии должна осуществляться по закону в присутствии наблюдателей, представителей средств массовой информации. Это процесс открытый. В присутствии также у нас сегодня международные наблюдатели присутствовали, представители кандидатов, которые участвуют в выборах. Также проходил процесс выбраковки. Всего было утилизировано 435 килограммов. Из них 261 килограмм – это бюллетени для проведения досрочных выборов президента. И 174 килограмма – листы для проведения референдума. В настоящее время происходит выбраковка технических отходов. Это для того, чтобы по весу списать бумаги для изготовления. Это никаким образом не отрицает и не влияет на количество изготовленных избирательных бюллетеней. Печатью бюллетеней занималось издательство «Учхун». За процессом наблюдала рабочая группа из членов ЦИК. В печатном ЦИК был установлен комплект оборудования, на котором тестировались печатаемые бюллетени. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД. На сегодня бюллетени отправлены в территориальные избирательные комиссии Далалабадска, Ожска, Баткенской, Нарвенской, Иссыкульской, Талайской и Чуйской областей, городов Бишкек и Ож, а также на зарубежные участки. Продолжение следует...